Всем привет! Меня зовут Мария, вы находитесь на канале Сапклаб. И сегодня мы приехали в гости в компанию Старбор для того, чтобы познакомиться с новой коллекцией 24-25 года и показать ее, конечно же, вам. Компания Старборд находится в Таиланде, ее головной офис. Здесь происходит проектирование досок, их тестирование как в лаборатории, так и вот здесь, на этом замечательном озере на воде. Я сегодня тоже потестирую новые модели и подерюсь с вами своими впечатлениями. У нас сегодня на тестировании будут две доски из серии Deluxe Light. Эта серия специально разработана в качестве суперлегких моделей. Эти доски скручиваются в рулончик. Мы сегодня с вами это протестируем, посмотрим, как это происходит. Доски действительно очень легкие. Вот эта доска размером 10,8 на 33 весит всего 7 килограммов 400 граммов. Это действительно рекордная легкость сейчас на рынке. И я постараюсь помочь вам разобраться, в связи с чем связана такая легкость, а также как это влияет на, прежде всего, жесткость доски. Ведь мы знаем, что чем доска легче, тем, скорее всего, там более простые материалы тонкие используются и, скорее всего, такие доски прогибаются. Но я интуитивно чувствую, что это не про старборд и мне важно понять и разобраться, с чем это связано. Здесь использован новый вид дропстича. Он называется Woven. Мы о нем говорили уже неоднократно в нашем большом ролике про то, как производятся сап-доски. Еще хочу отметить, что дропстич дропстичу все равно рознь, даже Woven. Сейчас многие премиальные бренды переходят на такого рода дропстич, но он тоже не одинаковый. Мы бывали на разных фабриках, которые производят дропстич. Так вот, старборд использует дропстич, который производится на одной из топовых фабрик дропстича. Эта фабрика называется Сидзя. Кроме того, я это совершенно точно знаю, разговаривала с сотрудниками этой компании. Дропстич там заказывается персонально для старборда по техническому заданию, которое готовит именно старборд. То есть, можно смело говорить, что это не одно и то же. Это не тот же сам дропстич, который изготавливается на любых других досках, которые пишут, что у них используется дропстич Woven. Ключевым преимуществом этих досок является то, что они относительно недорогие. Это достигается прежде всего благодаря тем новым технологиям, о которых мы сейчас рассказали. Доски, с одной стороны, однослойные, но с другой стороны, это не те же однослойные доски, которые продаются на озоне из вязаного дропстича, который, безусловно, под большим весом прогибается. Эти доски рассчитаны на 120 кг, и они при этом не прогибаются. Сегодня мы это вам обязательно покажем. Больше того, эти доски проходят сантесты. У ребят здесь это активно практикуется, когда доски выкладываются на газоне, а здесь жара, поверьте, невыносимая стоит, и их там маринуют по несколько дней. И очень важно убедиться в том, что доска не деформируется, не изогнется бананом. То есть считается, что после этого сантест пройден, и можно считать, что материал себя проявил достойным образом. Мне кажется, самое большое преимущество этих досок, это баланс между ценой, теми материалами, которые используются, и потребительскими свойствами, которые при этом не пострадали, не нарушены. И доской может пользоваться даже тяжелый райдер. На мне это будет проверить сложно, потому что я вешу мало, но я приглашу ребят из старборда, которые весят существенно больше, по 100 килограммов. И вы, дорогие мужчины, сможете убедиться в том, что вам эта доска тоже подойдет. Из классных мелочей, которыми отличаются обычные премиальные бренды, здесь что еще можно отметить? Во-первых, мне очень понравилась здесь база для плавника. Она, ну не то чтобы гибкая, состоит такая трехсекционная, из трех частей. Это позволяет, опять же, скрутить доску в рулон и не тратить место на базу. Карго-резинка. Здесь тоже необычным образом представлено. Есть обычная крис-кросс резинка, и есть еще резинка продольная. Соответственно, больше возможностей, но, честно говоря, пока еще для себя не представляю плюшки именно этой резинки. Наверное, надо тестировать. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, чем может конкретно помочь эта карго-резинка дополнительно, что можно туда еще такого положить, что не поместилось бы под обычную резинку. В этих моделях вы можете увидеть дополнительные рымы для каякерского сидения. Каякерское сидение тоже в новой линейке старборда есть. Оно приподнятое, там удобная пенка внутри. Это сидение, есть упоры для ног, и все это замечательно устанавливается на эту доску. Поэтому, если вам хочется не стоя, а сидя, пожалуйста, здесь это тоже возможно. В комплекте идет весло обычное для сапсерфинга, но это весло легко трансформируется в каякерское весло. Есть вторая секция. Больше того, мне очень понравилось, что у этого каякерского весла оно тоже необычное. И можно повернуть лопасть под тем углом, под которым нужно. И там даже есть специальные насечки, показывающие, какой угол в результате получается. То есть можно это не опытным путем делать, а конкретно по деленицам понять тот угол, который нужен конкретному райдеру. У доски есть несколько ручек. Две ручки на носовой части и на корме. Есть еще ручка посередине доски. И ручки очень классные, я такие люблю. То есть они неопреновые, внутри с набивкой. Еще из интересных технологических моментов у доски есть сброс воды. Это, как мы уже неоднократно говорили, улучшает ходовые качества доски. И если говорить про нос доски, то рокер здесь, в принципе, с одной стороны плоский, что очень классно для того, чтобы ходить на доске по гладкой воде, по нашим речкам, которые у нас в основном распространены. С другой стороны, немножко он все-таки приподнят. То есть это позволяет проходить небольшой чоп, вообще его не замечая. Но на больших волнах тоже доска не будет совсем сильно зарываться, как это случается, если у доски абсолютно плоский рокер. Но тут уже из области нужно выбирать под себя, под те водоемы, на которых будешь кататься. Нужен тебе совсем плоский рокер, средний, как в данном случае, либо вздернутый. Еще я хотела отметить, говоря про технологии, это то, как эта доска склеена. Здесь, во-первых, есть вот этот рейл, он очень важный. То есть он припаян к борту, и это позволяет доске не взорваться ни при каких условиях. То есть вы знаете, что сейчас, конечно, есть такая проблема, что на жаре особенно клей может разойтись. Либо на старых досках, вот сейчас тоже случаи бывают, когда доске уже много лет, и клей уже теряет свои свойства. Доска, соответственно, может лопнуть, и произойти это может даже на воде. Так вот, старборд решает эту проблему методом спайки. Сверху припаивается вот такой вот кантик, и таким образом, еще раз напомню, что такое спайка, это когда под высоким давлением, при высоких температурах, один слой ПВХ приваривается к другому. Это как металлическая сварка, то есть уже, по сути, это один целиковый кусок ПВХ. И поэтому, конечно, такой борд разойтись, в принципе, не может. Это большое достижение старборда, и можно не переживать, что купив такую доску, даже через много лет, когда, может быть, уже и клей рассохнется, и потеряет свои герметичные свойства, тем не менее, борд не разойдется. По поводу того, как вырезана доска, здесь, наверное, это само собой разумеющееся, но я отмечу все-таки, премиальные бренды, все, и старборд здесь не исключение, используют ЧПУ, лазерные станки для того, чтобы вырезать все детали, из которых сделана доска. Поэтому, если при ближайшем рассмотрении здесь посмотреть, то, конечно, все. И основные части, это деки, это борта, и также все маленькие детали, кусочки ПВХ, они все вырезаны на станке, то есть абсолютно ровные, нигде нет никаких кривостей, ручкой ничего не подчеркнуто. В общем, это то, что отличает премиальные бренды от дешевых саббордов. Давайте теперь посмотрим на комплект с вами. Производитель очень хотел сделать весь комплект максимально легким, то есть и сама доска максимально легкая, и сумка, и все. Это с чем связано? С тем, что производителю хотелось сделать такую доску, с которой можно вот на себе, на своих плечах пойти куда-то, и это не было бы каким-то супер-челленджем. На первый взгляд кажется, что это, ну, какая-то очень простая сумка, вот, ничего тут такого нет. Есть лямочки, есть вот здесь небольшие вставочки, есть колесики, но если вспомнить сумку, которая идет в комплекте к другим доскам Starboard, либо другие премиальные бренды делают, там, конечно, и жесткий корпус, и внутри блестючки всякие, здесь ничего этого нет. Цель состояла в том, чтобы сделать весь комплект и доску, и сумку максимально легкими, потому что вот те крутые, классные САП-сумки, о которых мы все время говорим, они очень классные, если мы летим на самолете, и там на машине возим машину, а если мы сумку одеваем на свои плечи, и несем доску на водоем или на велосипеде, едем, вообще какая-то такая реальность, то, конечно, когда сумка весит сама, там, 2-3 килограмма, это уже совершенно не здорово. Поэтому здесь сделано так, что сумка максимально легкая. Ручка очень удобная, она толстенькая, крепкая, это хорошо. Лямки тоже крепкие, есть кармашек, куда можно убрать эти лямки, отстегнув колесики. Есть пластиковая база на все дно, для того, чтобы не стиралось дно. В принципе, здесь все самое необходимое для сумки есть. Насос двухходовой, есть трубка охлаждения, есть манометр, ручки не откручиваются, но они такой вот удобной эргономической формы. Есть переходник, с помощью которого можно будет накачивать винка, например. Это удобная штучка. Есть резиночка, которая держит шланг. Мелочь, а приятно. Ножки у нас складываются. Ну и да, поставляются еще вот в такой картонной трубочке. Тоже позволит насосу не повредиться при транспортировке. Лиш у старборда в комплекте отличается от того, что обычно производители кладут в комплект. С точки зрения того, что на щиколотке все достаточно классические, это неопреновые. Лиш здесь мягкие, все удобно, застежка. Отличие состоит в том, что лиш не витой. Здесь смотрите, ну на любителей. Я сейчас тоже потестирую, конечно, эту опцию. Здесь, очевидно, есть плюс в том, что если наступить на такой лиш на доске, то это, конечно, мягкая конструкция, будет практически незаметно. Но с другой стороны, он, как видите, даже в ненатянутом состоянии, гораздо длиннее того, что получается, если лиш витой. Если он витой, то там буквально вот столько будет места на доске занимать. А когда вот он прямой такой, то занимает место больше. То есть на него, конечно, легко наступить. С другой стороны, как я уже сказала, наступишь и, наверное, особо ничего. Я сейчас с удовольствием покатаюсь для себя, это пойму, этот момент. Но хочу сказать, что здесь, кстати, да, нет шарнира тоже. В принципе, он здесь и не нужен, потому что лишь сам длинный. То есть шарнир требуется, когда он у вас действительно короткий. Ну тут длина компенсирует отсутствие шарнира. Смотрите сами, решайте сами. У старборда в линейке есть лиши классические виты с шарнирами. То есть если такой лиш не зашел почему-то, можно поменять. Но я вот разговаривала с ребятами, которые давно на старборде гоняют. Они говорят, что пользуются давно таким лишом, и у них к нему вопросов нет. Ну, в общем, важно знать, лишь такой. Плавники у доски US Box. Ну, в принципе, самый обычный 9-дюймовый плавник. На модели 12,6х30 плавник уже идет формы Dolphin. Он такой вот достаточно большой туринговый плавник. Вот на что я хотела обратить внимание, что доска скручивается вот в такой достаточно тугой рулончик, как видите, занимает совсем мало места. И база, вот о чем мы говорили, тоже благодаря тому, что она трехсекционная, позволяет рулончику здесь не топорщиться, а быть ровненьким рулончиком. Это все очень хорошо упаковывается в эту небольшую сумку. Хочу отметить, что в комплекте к этим доскам идет вот такое весло. В разных комплектациях оно где-то доступно, где-то нет, поэтому уточняйте. Но есть такие комплектации, в которых есть весло. Весло так называемый типа карбон-нейлон, то есть у нас есть нейлоновая лопатка, есть карбоновая древка. Ну и сло в принципе легкое, комфортное, мне понравилось. А сама лопатка, это лопатка от модели Lima по форме, V-Drive, ну в принципе все удобно, комфортно. Теперь к самим доскам. Сейчас против солнца поставили доску, и вот она прозрачная такая немножечко, видите, светится. Я думаю, на видео может быть не так будет понятно, но смотрится это вообще супер бомбически. Мы тестировали, напомню еще раз, модель 12,6х30 и 10,8х33 Deluxe Light. И основное беспокойство на тестах было как раз таки изначально вызвано тем, что доски однослойные, и как они будут себя вести с точки зрения жесткости под тяжелыми райдерами. На мне, конечно же, этот тест не мог состояться с моими 60 килограммами, поэтому я пригласила помочь Романа. Его вес почти 100 килограммов, и как вы видите на видео, доски действительно не прогибаются. Это очень хороший результат. Но чтобы его еще усложнить, мы покатались на досках вместе. То есть суммарный вес был у нас 160 килограммов, а грузоподъемность доски по спецификации 120 килограммов. Поэтому, в принципе, я могу достаточно смело рекомендовать эти доски тяжелым райдерам, даже несмотря на то, что доски однослойные. Видимо, нам с вами нужно в связи с новыми материалами и технологиями переосмысливать подход к однослойным доскам. Теперь по поводу комфортности катания, классовой устойчивости и так далее. У меня тоже был некоторый скепсис по поводу доски 10,8 на 33. Она шла достаточно хорошо. Я это связываю с тем, что все-таки шейп у этой доски не прямой, а где-то с середины доски начинает уже нос сужаться. Но себе бы я, конечно, и с моим весом взяла бы что-то половче. И мне как раз-таки понравилась больше доска для меня, вот 12,6 на 30. Она уже, мне на ней было гораздо энергичнее, скажем так, скорость ощутимо больше. Но это понятно, туринговые доски, они сейчас самые популярные, это самая востребованная форма, и на них кататься гораздо веселей. Но опять же, все зависит от ваших нужд. Мы с Романом протестировали доски также для катания вдвоём, потому что это очень частый запрос. Я хочу доску кататься с подругой, я хочу доску кататься всей семьёй. Так вот, на доске, которая 12,6 на 30, нам было, мягко говоря, некомфортно. Её вот так вот, конечно, сильно качало. Думаю, и Роме была грести неудобная, и у меня так было всё очень трясучо. Поэтому на такой доске, конечно, лучше кататься одному, ну, либо маленького ребёнка, может быть, буиток. А вот когда мы пересели уже на вот эту доску, 10,8 на 33, то здесь уже доска вела себя очень устойчиво, её не трясло. И тому человеку, который гребёт, это гораздо комфортнее. И мне на ней было тоже очень комфортно, спокойно кататься, не было вот этой вот тряски. В целом, ощущения очень позитивные, но я других, честно говоря, не ожидала. Когда тестируешь премиальную продукцию, она редко разочаровывает. Приходите в Сапклаб, у нас скоро будет открыт предзаказ на доске Starboard. Заказывайте и покупайте. С вами была Мария. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!